МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он способствует подготовке молодых людей к семейной жизни и получению ими доступа к информации и услугам в области охраны репродуктивного здоровья. Он помогает национальным учреждениям в разработке и включении курсов по здоровому образу жизни, которые затрагивают вопросы сексуального и репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ-СПИДа в общеобразовательные программы. Эти цели особенно важны для Узбекистана, где дети в возрасте до 15 лет составляют около 40%, а молодежь в возрасте до 24 лет – почти две трети населения. В связи с этим ООН помогает Министерству здравоохранения включить практики оказания дружественных к молодежи медицинских услуг в деятельность медицинских учреждений первичного звена по всей стране. Так, при помощи ООН был принят ряд нормативных документов по предоставлению конфиденциальных услуг дружественных к молодежи. ООН поддерживает правительство Узбекистана в развитии национальной программы по детскому и подростковому здоровью и развитию при участии Министерства здравоохранения, Министерства образования, Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты, а также представители гражданского общества, Комитет женщин Узбекистана, Республиканский центр социальной адаптации детей, молодежные движения и международных организаций. С 2005 года в Узбекистане работает образовательная сеть по принципу «равные-равному» YAP, которая стремится к пропаганде здорового образа жизни среди молодежи и повышению уровня осведомленности в вопросах репродуктивного здоровья и репродуктивных прав ВИЧ-спида, стигмы и дискриминации, направленных против людей, живущих с ВИЧ, гендерного равенства и профилактики наркомании. Сегодня сеть объединяет более 350 активистов-добровольцев по всей стране. С 2009 года работает молодежная консультативная группа YAP, в состав которой входят члены молодежных НПО. В задачи группы входит предоставление обратной связи по вопросам разработки и реализации молодежных проектов и консультации по их улучшению. Благодаря деятельности YAP молодые люди из целевой аудитории превращаются в равного партнера для работы, затрагивающий все сферы жизни молодежи. ООН также успешно реализует программы по обучению семей навыкам профилактики наркомании, преступности и правонарушений среди молодежи. Укрепление и повышение потенциала семей в улучшении заботы о детях. Программы тренингов для семей стали эффективной стратегией общественного здравоохранения для предотвращения рискованного поведения молодежи путем укрепления семей, улучшения родительских навыков и воспитания защитных факторов у детей, способствуют таким образом здоровью молодых людей. В результате анализа существующих семейных программ была выбрана программа «Семья и школа вместе», которая будет реализована в Центральной Азии. ООН и партнеры действуют в достижении таких целей, как ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминаций и ноль новых смертей, связанных со СПИДом. Программы по ВИЧ, осуществляемые в стране, направлены в том числе и на молодежь. Особое значение, которое при этом уделяется молодым людям, очень важно, поскольку они являются основой прогрессивного устойчивого развития и роста нации. Тренинги для молодых людей, живущих с ВИЧ, расширяют возможности и наращивают потенциал молодых людей из групп взаимопомощи. Диалог по принципу «равный равному», забота и поддержка внутри молодежной группы взаимопомощи облегчает жизнь с ВИЧ для мальчиков и девочек, юношей и девушек. Одним из ключевых элементов деятельности организации является добровольчество. Более тысячи молодых людей уже вовлечены в проект «Социальные инновации и волонтерство в Узбекистане». Проект направлен на оказание помощи молодежи в решении социальных задач, стоящих перед ними. Проект предлагает разнообразные возможности для участия молодых людей в волонтерской деятельности, а также в процессе развития общества. Возрастающее число национальных координаторов в регионах Узбекистана свидетельствует о том, что деятельность молодых добровольцев распространяется по всей стране, в том числе и в сельских районах, где молодежь чаще всего остается за пределами социальной активности. Проект направлен на обеспечение группы молодых энтузиастов необходимыми ресурсами, навыками и знаниями, чтобы активно решать социальные и экологические проблемы в обществе, где они живут. С этой целью он ежегодно предоставляет 25 малых грантов для групп молодых добровольцев, у которых есть идея о том, как внести свой вклад в процесс достижения целей развития тысячелетия в своих сообществах. Волонтерами предоставляются гранты в размере 1500 долларов США, а также в возможности бесплатного обучения во время разработки проекта. В рамках мини-проектов добровольцы работают над предоставлением молодым женщинам с инвалидностью возможности получения дохода и по привлечению внимания детей к проблемам окружающей среды в летних лагерях и так далее. ООН активно способствует продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в стране. Начиная с 2011 года были организованы 16 дней активизма в защиту женщин под лозунгом «От мира в доме к миру на планете». В 2012 году кампания проходила во всех 14 регионах страны с активным участием большого количества молодых людей. Во время акции были проведены выставки рисунков, граффити, фотографии, пелагонки, ярмарки, тренинги, развлекательные интеллектуальные игры и многое другое. Созданная в 2004 году сеть по вопросам молодежи, развития и мира осуществила ряд проектов, среди которых есть инициированная и успешно реализованная молодежными группами программа, благодаря которой незрячие люди научились использовать персональные компьютеры, интернет и электронную почту. Сетью также был создан компьютерный класс в Ташкенте и Самарканде, в котором прошли обучение более 30 незрячих людей. Теперь выпускники программы обучают других юношей и девушек в этих компьютерных классах. С целью повышения уровня участия молодых людей в принятии решений, касающихся жизни их сообществ, в 2012-2013 годах осуществляется совместная инициатива ООН и Ассоциации поддержки детей и семьи Узбекистана. Потенциал ее участников, предоставляющих из себя 28 ребят в возрасте от 14 до 18 лет из городской и сельской местности Республики Узбекистан, был повышен перед началом данной инициативы. Для них был организован семинар, в ходе которого они узнали, как проводить ситуационный анализ, улучшать знания о правах ребенка среди сверстников и взрослых, составлять планы действий по решению тех или иных вопросов сообщества, а также разрабатывать отчетность о проделанной работе. По окончанию семинара при поддержке взрослых координаторов инициативы на местах ребята провели ситуационный анализ по таким правам, как право ребенка на охрану здоровья, право ребенка жить и воспитываться в семье, а также права детей с инвалидностью. На сегодняшний день завершен первый этап инициативы и по всей стране прошли диалоги в формате «Сверстник к сверстнику» и «Подростки-взрослые», в рамках которых были обсуждены ключевые вопросы сообществ по осуществлению вышеупомянутых прав и определены совместные планы действий по их совместной реализации. Данные локальные планы действий были также рассмотрены с участием представителей хокемиатов и органов местного самоуправления с тем, чтобы учесть мнение лиц, принимающих решения на местах. Во многих регионах в освещении инициативы активное участие приняли местные СМИ. Таким образом, ООН придает огромное значение роли молодых людей в построении устойчивого будущего, активно работая для молодежи в сфере образования, здравоохранения, занятости, окружающей среды, злоупотребления наркотическими средствами, организации досуга, гендерного равенства, полноправного и эффективного участия в жизни общества и в процессе принятия решений, глобализации, информационно-коммуникационных технологий ВИЧ-СПИДа. Успешно реализованные проекты и масштабы сотрудничества с молодежью побуждают к тому, чтобы ООН и в дальнейшем поддерживал молодых людей в освоении новых сфер деятельности и завоевании новых высот.